Друзья, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я записываю видео о завершении своего эксперимента «Месяц без мяса». И я расскажу вам, к чему это привело, отказался ли я теперь полностью от мяса или не отказался, зачем я вообще этим занялся. Более подробно об этом вы можете послушать. А вообще о теме, почему я решил отказываться от мяса в моем видео о том, как легкий способ похудеть, и почему я пришел к тому, что я решил попробовать месяц провести без мяса. Какие результаты, тренируясь одновременно в зале и не используя мяса, я смог достичь. И не потерял ли я мышечную массу, или возможно я и наоборот набрал вес. Все это я расскажу вам в этом видео. Погнали! Так, в чем же состояла моя диета этот месяц? Этот месяц я не стал вегетарианцем. Я вообще довольно скептически всегда смотрел на вегетарианство. Но после того, как я узнал о одном взгляде, скажем так, вообще на аминокислоты и на белки, как это работает, и когда я проверил эту информацию, я все-таки решил попробовать. В чем идея? Идея в том, что аминокислоты, которые есть в природе, существуют, есть незаменимые и заменимые аминокислоты. И они содержатся, как многие уверены и говорят, что они содержатся незаменимые, чуть ли не только в единственном усваиваемом нормальном виде, только в мясе. То есть животные и белки, так говорят, да? Скажу так, есть такое мнение, что животные и белки только они способны нас полноценно обогащают наш организм нужными белками, нужными аминокислотами. Но белки, давайте не забывать, белки в организм попадают и при синтезе они превращаются в аминокислоты. Если вы знаете, что такое цикл Крепса, то все, что попадает в организм, проходит через него. Я имею в виду белки, углеводы, жиры. Так вот, когда белок распадается на аминокислоты, это становится просто аминокислотой. И каким образом вы их потребляете, большого значения вообще не имеет. Это мое мнение. Я проверил много научной информации и пришел к такому все-таки выводу. То есть, если вы найдете источники аминокислот в других продуктах, это не обязательно, это может быть животное. Это может быть даже фасоль, например. Это может быть бобовая. Это может быть рыба. Да, почему мы не говорим о рыбе так часто, как нужно? Ребята, аминокислоты, если вы задумаетесь, содержатся везде. И заменимые, и незаменимые. Вида в том, что в растительных продуктах эти аминокислоты, они содержатся, во-первых, в меньших количествах, во-вторых, неполноценный состав сразу в одном виде продукта. Например, если это гречка, там есть почти все нужные аминокислоты. Но иногда нужных организму, очень важных, незаменимых, у них будет очень мало, понимаете? А, например, других больше. То есть, в каждом продукте соотношение разное аминокислот. В каком-то больше одних аминокислот, в другом продукте, например, в рисе, других аминокислот больше. Но идея, я хочу, чтобы вы услышали идею, самое главное. В продуктах растительного происхождения содержится всегда полноценный аминокислотный состав. Всегда. Просто их есть то ли меньше, или больше. Таким образом, чтобы набирать нужную дозу аминокислот, вы должны лучше разбираться в питании, лучше разбираться в диетологии, вообще, как поставить свой рацион. С мясом это проще, потому что вам не нужно так много знать. То есть, если вы хотите не использовать мясо в своем рационе, делать такие эксперименты, как я, вы должны очень хорошо разбираться в том, что вы делаете. Потому что организму это все действительно нужно, эти аминокислоты. Если вы их перестанете употреблять, вы будете терять свое здоровье. Поэтому не надо просто брать и отказываться от мяса. Если вы хотите отказаться от мяса, вы должны стать реально гораздо более грамотными в этих вопросах. Вот, аминокислоты, они содержатся в других продуктах, но и в разных соотношениях. Если вы будете грамотно все это варьировать, совмещать, то есть, что говорят, когда говорят, нужно иметь полноценный рацион, разнообразный. Именно это имеется в виду. Вы должны разнообразить рацион, чтобы получать все это в правильном соотношении. Если чего-то больше в одном продукте, ешьте его. Иногда ешьте другой продукт. Например, меняйте гречью, меняйте рис. Иногда ешьте картофель. Иногда нужно съесть перловку. Понимаете, о чем я говорю? То есть, нужно менять постоянно, если вы сидите на кашах, как я, я просто люблю очень каши, нужно эти каши постоянно менять. Это нужно вам рассказать, чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю. Эти продукты должны присутствовать разнообразно. И вот это разнообразие, те же овощи, овощи должны быть разнообразными, фрукты должны быть разнообразными. То есть, разнообразие в вашем питании, оно приведет к тому, что вы получите нужный набор аминокислот. Я отказался от мяса на месяц. И в процессе этого я тренировался. Тренировался тяжело. То есть, это еще летний месяц, первый месяц лета. И я грамотно составил свой рацион по поводу воды. То есть, чтобы не повлияло на мои результаты без мяса. Просто то, что воды мало в организме, летней тренировки. И я заменил источник аминокислот, просто начал получать их больше с других продуктов. То есть, я не убрал остальные продукты белка. Я не использовал веганскую диету или вегетарианскую, как там правильно говорить. Я просто отказался от любого типа мяса. Что я имею в виду мяса? То есть, я не ел курятину, я не ел говядину, свинину, я не ел баранину. То есть, вот такие виды мяса, понимаете, да? Что я использовал? Использовал я рыбу, всевозможные сорта рыбы. Я использовал бобовую, я использовал чищевицу, я использовал горох. Это все источники белка, я перечисляю. Я использовал творог, обязательно творог. Я использовал даже молоко. Молоко использовать начал гораздо меньше. Об этом будет отдельное видео, и уже отчасти я об этом говорил в предыдущих видео. Я делал даже рисовое молоко, то есть, молоко, которое получается из риса. То есть, это вообще растительный источник белка. Тем самым, я смог заменить, немного убрать коровье молоко, но я коровье молоко не убрал полностью. Единственное, что я стараюсь находить, я стараюсь искать именно нормальное коровье молоко. То есть, не берите сухое молоко, а покупайте нормальное, обычное коровье молоко. С помощью этих продуктов я смог полноценно компенсировать свое количество белков. И в результате, в тренажерном зале, я не почувствовал никаких вообще перемен. Даже, скажу так, даже стало как-то легче тренироваться. То есть, без мяса, я его, в принципе, не так уж много всегда ем мясо. Ну, несколько раз в день я обязательно ем мясо. Я хочу сказать, что я стал более спокойно относиться к белкам вообще, и к мясу, после того, как я узнал эту информацию. Я уверен, что вы наберете нужный именно кислотный состав, просто употребляя в нормальном количестве другие продукты. Употребляя крупы, употребляя те продукты, что я перечислил. Так, в тренажерном зале вернемся. Я почувствовал нормальные результаты и нормальную силу. То есть, моя сила в результате не упала. И я смог повысить веса во всех основных упражнениях в этот месяц. Я сейчас работаю довольно с большими весами для себя. То есть, с самыми большими, когда в жизни, которые когда-либо я поднимал. Самые высокие результаты у меня как раз-таки сейчас находятся. В принципе, так и должно быть, если вы тренируетесь натурально. То есть, у вас должны быть периоды, когда вы реально поднимаете самые большие веса в своей жизни. Потому что вы постоянно прогрессируете. Вы не топчетесь на одном месте. Вы не берете одни и те же веса. Постоянно по чуть-чуть повышаете веса. Это может быть повышение килограмм-два, но это повышение. Так вот, такие повышения у меня были в этом месяце, когда я не использовал мясо. Более того, я смог набрать еще мышечную массу в это время. Я не набрал жира лишнего. Я набрал нормальную сухую мышечную массу за этот месяц. Я набрал немного, я набрал около полутора килограмм. Это был результат до моря. Потому что с моря я вернулся, довольно сильно подсушился. Я очень много плавал. И я не знаю, сниму ли я на эту тему отдельное видео. В двух словах, я после моря вернулся, я подсушился где-то на несколько килограмм вообще. То есть сейчас я чувствую себя вообще легеньким и более высушенным, скажем так. Потому что это море, это плавание, это кардионагрузки определенные. Я не тренировался в эту неделю на море. Я только просто много плавал. То есть это жара, плюс много плавал, воды много уходило. И я сейчас подсушился на этом фоне. Но мы вернемся к мясу, сейчас видео не об этом. Когда я перестал употреблять мясо на месяц, то есть вот просто взял и отказался полностью от мяса, я увеличил количество углеводов. То есть вы должны понимать, что общее количество калорийности я не уменьшил. Сколько у меня было калорий, столько я и ставил. Я оставался на избытке калорий. То есть у меня было примерно 300-500 калорий больше, чем мне нужно в этот месяц. Именно поэтому я и набрал вес еще, не используя мясо. То есть вы должны понимать, как это работает. В целом вам нужно просто следить за своей калорийностью. Вы хотите набирать вес, вы увеличиваете калорийность, вы делаете избыток. Вы хотите держать вес, просто потребляете столько, сколько тратите. Если вы хотите худеть, вы должны уменьшить калории, а ваше потребление оставить на том же уровне энергии. То есть калории, которые поступают в пищу, вы уменьшаете. Таким образом вы начинаете худеть. А особо тренировки ваши от этого не меняются. Меняется ваше питание. Именно поэтому я смог набрать еще вес и отсутствие мяса не было никакой помехой. Теперь смотрите, вот те интересные выводы, которые у меня получилось сделать в это время. Во-первых, постоянно, когда я ем, например, говядину, курицу, грудку, куриную грудку, это просто, это же, это продукт номер один у любых качков, которые тренируются в зале. Грудки, куриные, это просто волшебство, как многие считают. Я не использовал вообще курицу, не использовал говядину и баранину. И я использовал очень много рыбы. И что я открыл для себя? Я люблю есть рыбу. Я родился в Бердянске, на берегу моря. Но так много рыбы, как разнообразные, как я сейчас ел в этот месяц, я, наверное, никогда столько не ел. Я перепробовал столько сортов интересных рыбы. И к какому выводу я пришел? Разнообразие, ребятки, разнообразие. Если я ем постоянно курицу или говядину, то я ем всего лишь только два типа мяса. Курица и говядина. Все. То есть вы получаете всегда одно и то же. В принципе, организму это хорошо, он привыкает получать одно и то же с этих продуктов, но это не разнообразно. То есть, например, если содержатся в мясе полезные жиры, они там есть. И плохие жиры, и они там тоже есть. Говядины больше, например, хороших жиров, меньше плохих. Свинини очень много плохих жиров. Определенный состав микроэлементов и витаминов в мясе присутствуют в любом. Но вы получаете постоянно одно и то же. Если это рыба, если вы используете рыбу, рыба, она более разнообразная. Просто, понимаете, сам мир рыбный, он гораздо более обширен, более разнообразный. Под множество видов рыб, которые существуют на планете, оно просто поражает любое воображение. И рыба, она отличается по своему составу сильно друг от друга. То есть, например, если вы едите красные типы рыбы, с красным мясом рыбу, которая, конечно же, более дорогая. Это лосось, это тунец, это форель. Вот эти рыбы, они очень полезные. Они действительно очень полезные. Те микроэлементы, те минералы, которые не содержатся, они просто насыщают ваш организм очень легко доступными веществами. И рыба усваивается, внимание, на секундочку, рыба усваивается за 30-40 минут. Почти любая. Мясо же усваивается примерно 3 часа. Если вы съели свинину, это может быть 4 часа, это может быть даже 4-6 часов. Как бы основная идея, что летом вы плохо усваиваете рыбу, вернее, усваиваете плохо мясо животного происхождения, заключается в том, что из-за того, что мясо слишком долго усваивается в организме, то оно как бы начинает, есть такое мнение, что оно начинает гнить у вас в кишечнике. Об этом я расскажу чуть позже в своем мнении на это взгляд. То есть вы в жару организму сложно переварить и усвоить мясо, потому что жарко и температура не совсем способствует усваиванию мяса. Летом из-за высокой температуры мясо усваивается действительно хуже, чем, например, если бы вы ели его зимой. Потому что высокие температуры мешают усваивать белки. Это факт, это правда. Но не все так плохо в этом. И нужно просто лучше разбираться в этой теме. Рыба же усваивается за 40 минут. 30-40 минут и рыба усвоилась. То есть это более легкий продукт. Но есть другая проблема. Летом очень легко напороться на плохую рыбу, потому что она пропадает гораздо быстрее, чем мясо. То есть если, например, мясо может полежать летом на прилавке, допустим, говядина, может полежать пару часов, может даже три часа, то рыба за час она пропадет точно. Чтобы в этом не попасться, попасться, просто понимаете, я родился на берегу моря, я очень хорошо, четко, сразу понимаю, рыба нормальная или непонятная. Я по ней вижу, что она пропала. На что нужно обратить внимание, когда вы покупаете рыбу, какие-то практические вам советы дам. Когда вы покупаете рыбу, смотрите, чтобы, если она заморожена, лучше брать супермаркет, скажу так сначала. Берите в супермаркете и просто даже замороженную рыбу возьмите, просто переверните ее брюхом вверх. То есть вот живот у вас должен быть здесь. И понюхайте ей живот. Просто снизу брюхо понюхайте. Да, блин, может кто-то с вас поржет в магазине. Пофиг, вообще не обращайте ни на кого внимания. Понюхайте просто, нормально ли от нее идет запах именно с этой части. Также вы можете понюхать рыбу возле головы. Возле части головы, там близко, просто понюхать ее на обоняние. Если у вас это не национировано, если вы думаете, что вы не сможете распознать запах пропавшей рыбы, поверьте, сможете. Даже если просто рыба начала чуть-чуть пропадать, вы услышите сразу же четкий, понятный запах. Рыба более четко издает запах, когда она пропадает. Если вы замечали, как рыба воняет, когда она тхнет летом, когда она пропала, где-то, не знаю, у вас в мусорнике, если вы выкинули, допустим, забыли вынести мусор, вы четко понимаете, как воняет рыба. И если вы покупаете на рынке, просто смотрите, чтобы она была хорошо пахла, чтобы она была упругенькая, чтобы она была довольно блестящая. То есть, снаружи она должна быть покрыта такой, как блестящей слизью защитной, не сухой. Рыба не должна быть высушенной. То есть, если вы покупаете размороженную рыбу, она должна быть блестящей. Посмотрите, посмотрите рыбе в глаза, и они должны смотреть на вас очень внушительным, осознанным взглядом. Ребятки, ладно, я прикалываюсь. Посмотрите рыбе в глаза, и они должны быть не мутными, они должны быть тоже блестящими. То есть, это реально блестящий взгляд. Вот как бы вам объяснить? Рыба должна выглядеть свежей. Не мутная. Не мутная кожа рыбы, не мутные глаза. Понюхайте, возьмите, никакого запаха неприятного не должно быть. Несите домой, или сразу же готовьте, что я вам советую, или же заморозьте ее. Если вы заморозили рыбу, это нужно делать один раз. Как и с мясом. Замораживать можно только один раз, и потом вы ее готовьте, и таким образом вы сможете выбрать рыбу. Нормальную рыбу, и использовать ее в своем рационе. Почему я вам рассказал об этом? Потому что вряд ли я буду записывать вам отдельное видео, как выбрать на рынке рыбу. По крайней мере, я сделал это точно не скоро, такое видео. Поэтому в двух словах я вам объяснил, чтобы вы просто на рыбе не начали, ну просто не отравились летом. Более подробно, в принципе, просто погуглите, как выбрать рыбу. Возможно, там будут какие-то картинки, как она отличается. И лучше разберитесь в этом вопросе. чтобы вы могли взять нормальную качественную рыбу. Так вот, когда вы принимаете рыбу, это более разнообразная пища, это более полезный рацион. Вы получаете очень много полезных жиров. То есть полезные жиры, которые содержатся, например, в оливковом масле, в няном масле, рыбий жир. Это жир, который полезный, который насыщает ваш организм нужными жирами, и это способствует здоровью ваших сосудов. И это очень круто, ребятки. Теперь, ребятки, давайте вернемся к мясу. Не употребляя целый месяц курицу, любую курицу, то есть домашняя, недомашняя, какую бы вы ни употребляли. Я употреблял как домашнюю, так и магазинную курицу раньше, но я сейчас перестал употреблять полностью. И что я заметил? У меня есть моя такая проблема с кожей, она где-то с 18 лет у меня уже. С меня иногда сыпет кожу. Это... Об этом, кстати, будет точно видео. Я вам расскажу, как с этим бороться. То есть, если, допустим, на лице у меня более все нормально, более-менее, да, это прошло уже довольно давно, хотя были проблемы и на лице, были... Было сып постоянно, это были прыщи. И сейчас у меня есть эта проблема на спине. То есть, я вот вам откровенничаю сейчас, рассказываю, не знаю, вы замечали ли видео или нет, то есть, у меня бывает на спине сып. И это... Эти неприятности, они вызваны разными причинами. Здесь я рассказать вам все причины не буду, не потому, что просто затянул вам ролик, но проблемы действительно разные. И источники, которые вызывают это, это кроется в гормональном уровне, это кроется в вашей генетике, именно в вашей коже, но это может элементарно просто вас продувать где-то кондиционером и будет сыпать вам спину, да? То есть, есть такое мнение, говорят, что только химики сходят с прыщами постоянно. То есть, как бы, если вы увидите химика где-то там в обычной жизни, который сидит на химике, пацан, то он типа будет весь в прыщах. В этом есть смысл, потому что они используют гормоны. Действительно, многих парней, которые на химии сидят, их действительно становится проблемной кожей. Но это не значит, что вы сидите на химии, если у вас есть эти проблемы. У вас на спине могут быть эти проблемы совершенно по другим причинам. Если вы так говорите, если вы думаете, что только те, кто потребляет химию, вы тогда плохо разбираетесь в этом вопросе, потому что 100% у натуралов могут быть те же самые проблемы с кожей, как и у химиков. Такие же самые проблемы. Возможно, не в таких же масштабах, но могут быть. Так вот, если я, допустим, этот месяц я не был на море, я ничего не делал со своей спиной, я никакими специальными методами не занимался, я просто убрал мясо, и моя спина стала реально чистой. Просто кожа стала чистой, кожные покровы стали чище. И это касается реально всего тела, не только спины. Ну, просто на спине это было четко видно, потому что на спине были проблемы. То есть было, например, 4-5 мест или 3 места, где были какие-то воспаления. Может быть, одно даже место, где воспаление. То есть оно чувствуется, оно, например, болит, да? На спине, это может быть вот здесь, где-то может быть какой-то такой воспалительный момент. Это, этому есть разное объяснение, но то, что я убрал курицу, меня потопнуло на определенную мысль, что, возможно, все-таки курица действительно напичкана гормонами. И когда я убрал курицу, то есть что говорят о мясе? В мясе много антибиотиков и много гормонов. Когда я убрал курицу, возможно, это реально повлияло. И вот у меня жена увлекается косметологией, она была шокирована тем, насколько быстро все прошло. Чтобы вы понимали, у меня, когда я перестал использовать мясо, у меня за полторы недели стала абсолютно чистая кожа. То есть прошли все кожные проблемы. практически полностью, я так скажу. То есть если сравнивать, это просто заметный, конкретный результат. Я потом поехал, конечно, на море, и после моря вообще стало все шикардосно. Солнце, соленая вода, это все помогает коже. Кожа становится более чистой, более идеальной. То есть нормальное количество солнца. Не сгорание, я имею в виду, а нормальное количество солнца по утрам, по вечерам. Но вот это наблюдение мне было лично очень интересным, возможно, тоже и вам будет. Вот так, просто отказавшись от курицы, кожа стала моя более чистой. Ну это, согласитесь, это более приятно, чем когда есть какие-то проблемы на коже. Сказать, что именно от курицы, а не от говядины, почему я так говорю? Потому что я не так много говядины в принципе ем. Ну, во-первых, она стоит, не так уж дешево. Во-вторых, то есть я считаю, что курицу можно тоже заменять и получать те же вещества, практически те же белки, которые, те же вещества, которые на позор говядине. Да, она отличается, но вы можете жить без говядины спокойно, ее не обязательно используют. Вы можете использовать диетические виды мяса, например, индюка, курицу. Кстати, индюк вообще отличное будет решение. Кролик, мясо кролика, пожалуйста, используйте такие виды источника, виды мяса. Они тоже будут полноценны, полноценны по своему составу. И более того, я рекомендую такое мясо использовать. Так вот, отказавшись от мяса, реально я почувствовал улучшение в здоровье своем. Стал ли я теперь вообще отказался от мяса, да, то есть, принял ли я решение не использовать мясо? Нет, конечно, ребята. Первое, что я сделал после месяца отказа от мяса, первое, что я сделал, когда начал есть, это я пошел с женой, мы съели по огромному бургеру, в котором огромный кусок говядины, такой сочной говядины, я знаю, что вы сейчас побежите уже, наверное, за бургером, но когда этот сок в мясе, и когда мясо сочное, понимаете, зачем я говорю это? Потому что, когда мясо сочное, оно очень хорошо усваивается, и говядина, сочная говядина, приготовленная на барбекю, поверьте, она очень хорошо усваивается. Это я плавно подхожу к тому, что я вам сейчас расскажу, как усваивается мясо, и так ли это, такая ли большая проблема. Смотрите, есть такое мнение, говорят, что человеческий кишечник не способен нормально переварить мясо, потому что он слишком длинный, то есть, говорят о цифре 7-8 метров, и, а, например, кишечник хищников, он гораздо короче, он по отношению к его телу, то есть, у нас, для нашего тела, довольно длинный кишечник, и мясо, проходя по этому кишечнику, оно, как бы, начинает загнивать, и начинает там пропадать. Смотрите, ребятки, во-первых, человеческий кишечник, если вы заморочитесь, узнаете, он не 7-8 метров, он 7-8 метров только тогда, когда человек уже помер, все, не живой. Тогда расслабляется мускулатура гладкая, и он растягивается, он становится 7-8 метров, но когда вы живете нормальной активной жизнью, вы здоровы, вы процветаете, ваш кишечник гораздо короче, ваш кишечник около 3-4 метров, всего лишь навсего. То есть, это короткий кишечник, и говорить о том, что длина кишечника мешает переваривать мясо, мешает как-то переваривать мясо, нет. Я сторонник мнения, и те книги научные, которые я читал, просто интересуюсь этой темой, про кишечник, про пищеварение, говорят о том, что ничего там, кишечники у нас не пропадают, ничего не загнивает просто так. Кишечник сам регулирует, сколько времени должна провести пища в кишечнике. То есть, с помощью определенных механизмов, пища или быстрее будет проходить по кишечнику, или меньше, или медленнее. Если, допустим, мясу надо пробыть кишечники дольше, чтобы усвоить это питательное вещество, оно пробудет там дольше, оно не начнет гнить. Просто из него будет вытягивать организм дольше все нутриенты, которые содержатся в мясе. Он содержит искусственно, сколько ему нужно в кишечнике, а если оно резко ему перестало быть нужным организмом кишечнику, мясо, то он просто избавится от этого очень быстро. Я считаю, и научное мнение тоже со мной, точнее, я согласен с научным мнением, что кишечник гораздо более сложная система, чем вы можете себе представить. И говорить о том, что оно там загнивает мясо в кишечнике, я считаю, все-таки неправильно. Чтобы это проверить на каких-то своих экспериментах, я пока еще не придумал. Возможно, по каким-то анализам крови можно это определить, что мясо загнивает. Я не знаю, не могу вам об этом ничего сказать. То есть, как это реально проверить на факте, сложно. То есть, можно по каким-то косвенным моментам, вот, например, по тому, как просто вы себя чувствуете, когда вы отказались от мяса. Если вы хотите летом все-таки употреблять мясо в больших количествах, то я советую все-таки присмотреться к другим источникам белка. Для чего был этот эксперимент? Я хотел проверить, а так ли незаменимое это мясо на самом деле. И мои выводы, что мясо, мясо можно заменить. От мяса можно отказаться вообще полностью. Почему я не отказываюсь от мяса полностью? То есть, выводы какие-то, да? Потому что я просто люблю поесть тот же бургер с телятиной, с телящей котлетой. Просто люблю и хочу поесть его. К чему я пришел? Что, скорее всего, я сейчас или полностью уберу курицу своего рациона, или же уменьшу. Потому что я не верю, что и домашняя курица не напичкана гормонами. А получать этих гормонов мне совсем не хочется в организме. Я увидел на себе конкретные результаты, и мне это, в принципе, понравилось. Что же я буду использовать? Я сейчас больше склонен вот на это лето к такой диете. То есть, это более, скажу, это вообще называется средиземноморская диета. То есть, когда у вас в вашем рационе много рыбы, да? Много рыбы, много полезных жиров. И про белки я вам рассказал уже в этом видео, да? Про растительные белки. То есть, бобовые, основные наши источники, горох, да? Это все мы оставляем. Но из животного мира, из мяса, я сейчас опять начинаю использовать и вводи в свой рацион телятину. Телятину или говядину, как хотите. То есть, есть немножко разница в этом мясе, но в целом и то, и другое хорошее мясо. Я уберу курицу, постараюсь заменить ее или кроликом, или индычкой. То есть, индюк. Мясо индюка, да? Можете также использовать составляющие мяса, например, говяжье сердце, говяжья печень. И знайте, что вы должны понимать, о чем вы это делаете. Если вы используете говяжью печень, не надо есть ее постоянно. То есть, вы должны разобраться в этом, что в ней содержится. В двух словах, вы должны понимать, что если вы отказываетесь от мяса, у вас тогда может возникнуть дефицит следующих веществ. Это железо, это витамин В12, и вы должны его применять с других мест. То есть, вы должны понять, где вы будете применять это, где вы будете употреблять тот же цинк. То есть, вы должны где-то найти продукты, которые богаты цинком, которые богаты витамином В12, которые богаты железом. Есть продукты, которые способны заменить все это. Просто из мяса это легче добывается. Вы должны понимать, что избыток этих веществ тоже может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому просто знайте, где это заменить. В рыбе и в тех продуктах, что я сказал, вы все это в принципе найдете. Но лучше узнать эту тему получше. Я постараюсь под этим видео рассказать вам, где содержатся эти вещества. Ребятки, еще аргументы, почему все-таки рыба будет лучшим выбором, чем мясо. Если вы сможете найти нормальную рыбу, свежую летом, покупайте ее. Используйте ее почаще. Если вы не любите просто рыбу на вкус, может и такое быть. Но попробуйте тогда разные виды рыбы. Под этим видео я напишу ту рыбу, которую я покупал. И просто название, чтобы вы могли выбрать рыбу. Которую я считаю более-менее доступной. И она полезная. И я также напишу те виды мяса, которые я начал использовать летом. То есть, скажем так, то мясо, которое я сейчас, скорее всего, буду использовать в ближайшие месяцы. А не просто пару недель. То еще будет состоять мой рацион сейчас. По поводу рыбы еще следующие аргументы. Ребята, если в мясе, я практически на 100% уверен, что есть гормоны и есть антибиотики. Просто, чтобы производить в промышленных масштабах скот, приходится их накармливать этими веществами, чтобы они просто не болели, не умирали, быстрее росли. Это просто выгодно бизнесу. Ребята, рыбу никто не пичкает антибиотиками и гормонами. Ну, просто нет смысла в этом. Потому что рыбы, во-первых, очень много. И ее просто рыбаки поймали и перенаправили ее в ваши страны. То есть, это просто есть страны, которые очень богаты уловом рыбы. Они ловят ее тоннами. И это количество рыбы распределяется по миру просто. Если вы живете прямо возле моря, то вы понимаете, что рыбу достать вообще не проблема. Расскажу вам небольшой эпизод о своем детстве, да, о своем тяжелом детстве. Было время, когда у нас в семье не было достаточное количество денег, и я был довольно малым еще тогда, и не было денег на мясо. К слову, и на масло, например. То есть, но всегда было в рационе рыба и крупы, конечно. Потому что эти продукты очень доступны. Говорить, что это дорогая диета? Нет. Рыба есть разная. Так как я жил на берегу моря, то с рыбой проблем вообще никаких не было. Ну, в конце концов, рыбу можно сюда пойти поймать самому. Сложнее пойти словить корову, да, например. Поэтому я получал все необходимое, что мне нужно было, и не используя мясо иногда месяцами. Я ростный, нормально развивался. Смотрите, вырос, 185 сантиметров роста, высокий, все нормально. Тренируюсь, все хорошо. И да, конечно, это не было годами, такая диета без мяса у меня, но по несколько месяцев это было реально. И были просто тяжелые довольно времена в наших странах, я не знаю, помните ли вы сами это время. Это когда были, например, середина 90-х. То там было так себе, на самом деле, было довольно тяжеловато. Особенно в маленьких городах, на берегу моря. Но мы с этим справились, на позитивчике, все нормально, ели больше рыбки. И я хочу сказать, что просто после этого видео вы стали более грамотными. Я не хочу, чтобы вы стали веганцами, вегетарианцами, отказались от мяса полностью. Просто, чтобы вы более спокойно относились к мясу. Не нужно думать, что это что-то невероятное. И только-только с мясом сможете добиться успехов. Да, скорее всего, мясо вам может помочь. И с мяса действительно иногда проще получить все, что нужно. Но все это, так же самое, можно получить с других продуктов. Итак, выводы. Без мяса прожить можно. Если вы покупаете мясо, то научитесь его нормально готовить, чтобы оно было сочным. Не сушите его до состояния подошвы. Если вы используете мясо, оно нормально будет исправиться, если оно будет сочное. Все нормально усвоится. Организм это все переварит. Не будет никаких загниений в вашем кишечнике. Единственное, если вы не будете есть, например, его в обед и съедать его за раз 400 грамм мяса. То есть, понимаете, везде должна быть здоровая середина какая-то. Что будет в таком случае? Скорее всего, да, скорее всего, будет какая-то проблема кишечника. И организм просто будет сложно переварить за нужное количество времени все это. И это просто разладу кишечника может привести. То есть, не съедайте за раз больше 150 грамм мяса. Вообще в любое время года. 100-150 грамм мяса за раз это вообще оптимальное количество мяса, которое нужно употреблять. Не нужно... Да, все любители шашлыка сейчас меня сразу же бросили, конечно, шашлыком. Но, да, шашлык весит 300-400 грамм в среднем, которые вы съедаете. Я так не делаю никогда. Ешьте 150 грамм за раз мяса, не больше. Это абсолютно достаточно. Вы можете использовать каждый прием пищи. Я стараюсь не есть мясо рано утром. Я стараюсь есть мясо больше к вечеру, когда, во-первых, попрохладнее летом. Или, например, если это в обед, то это небольшой кусок мяса. Это, опять же, помещение, где не жарко. То есть, я после этого не сижу на жаре. Если я съел это мясо, если я этот кусок мяса съел, я не иду, например, на пляж лежать, понимаете? То же самое касается, например, пляжа. Перед пляжем я стараюсь не есть вообще мяса никакого. То есть, просто углеводы и какие-то легкие белки. Не используй мясо, даже рыбу. Ну, рыбу еще можно, как бы, более-менее усваиваться. Но мясо действительно на жаре, оно действительно может хуже усваиваться. Это просто факт. Это нужно понимать. Поэтому в обед, если вы в прохладном помещении находитесь, если у вас прохладно там, где вы обедаете, используйте мясо спокойно. Оно нормально усвоится. Тем более, если вы молодой человек, вообще не нужно на эту тему беспокоиться. Но, если вы решили отказаться от мяса, знайте, что нужно разобраться в этом вопросе очень хорошо. И, в принципе, быть здоровым можно и без мяса. Я надеюсь, видео было для вас это полезным. Понравилось? Ставьте лайк. Если понравилось очень сильно прям, то поделитесь с кем-то, с друзьями. Все, берите себя. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok